Здравствуйте, дорогие семиклассники! На прошлых уроках мы с вами познакомились со служебными частями речи, предлогом, союзом и частицами. Я предлагаю вам прослушать стихотворение. Мне сказала междометие, интересно жить на свете, выражаю поощрение, похвалу, упрек, запрет, благодарность, восхищение, возмущение, привет. Те, кого охватит страх, произносят слово «ах», у кого тяжелый вздох, произносят слово «ох». Кто встречается с бедой, произносит слово «ой», кто отстанет от друзей, произносит слово «эй», у кого захватит дух, произносит слово «ух». Интересно жить на свете, если знаешь междометие. Итак, ребята, тема нашего сегодняшнего урока – междометие. Вы уже заметили, что в стихотворении присутствовали междометия «ох», «ах», «ой», «эй» и так далее. И, конечно же, вы заметили то, что эти слова ничего не обозначают, а используются лишь для того, чтобы выразить какие-либо чувства или настроения. Итак, ребята, междометие – это особая часть речи, которая выражает различные чувства, настроения, побуждения к действию, но не называет их. Рассмотрим предложение. «Эй, да это гроза! Ах, поля мои, борозды милые, хороши вы в печали своей! Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи! О нет, не даром жизнь и лира мне были вверены судьбой». Ребята, вы уже видите, что чаще всего междометия используются в художественной речи для выражения чувств и переживаний автора или героя. Ребята, вам нужно помнить, что междометия не изменяются и не являются членами предложения. На письме, как вы уже успели заметить, они выделяются при помощи запятой или восклицательного знака. «Светает! Ах, как скоро ночь минула! Увы, на разные забавы я много жизней погубил! Ух, кончено! Душе как будто легче! Эй, завяжи на память узелок!» Междометия выделяются при помощи восклицательного знака и запятой в зависимости от интонации. Обратите внимание на то, что если после междометия стоит восклицательный знак, то предложение продолжается с прописной, то есть заглавной буквы. Междометия, ребята, делятся на две группы по происхождению. Непроизводные – это такие междометия, как «ай», «ах», «фу», «ну», «ой» и так далее. Как вы видите, у них нет амонимичных частей речи. А вот производные междометия – это междометия, которые образованы от других частей речи, от самостоятельных частей речи. Междометия типа «боже мой, мамочки, ужас, марш, довольна». Несмотря на то, что междометия не является членом предложения, оно может выступать в роли самостоятельных частей речи. В этом случае они будут являться членами предложения. Рассмотрим примеры. «А с дождливых полей все неслось к нам, ура!». Обратите внимание, междометия «ура», выражающая восторг, использована здесь в значении существительного и выступает в роли подлежащего. «Ура!» неслось. Ребята, марш на рыбалку. Слово «марш» – междометие, но в данном случае производная междометия образована от существительного «марш». Здесь оно использовано в роли сказуемого. «Марш на рыбалку», то есть идите на рыбалку. Издалека послышалось «ау». «Ау» – подлежащее, что сделало, послышалось. «Житье ваше» – ой-ой. Междометие ой-ой, ребята. Вот в данном случае оно выступает в роли сказуемого. «Житье» есть ой-ой. Но есть такие слова в русском языке, которые тоже похожи на междометие, но являются совершенно другими словами. Мяу-мяу, гав-гав, кря-кря, тук-тук, кап-кап, ха-ха-ха. Обратите внимание на то, что эти слова обозначают какие-либо звукоподражания. Они отличаются от междометий тем, что лишены какого-либо эмоционального смысла. Здесь только подражание звуку. И междометие и звукоподражательные слова чаще всего используются в разговорной и, как я уже сказала, в художественной речи, представляя разнообразные чувства человека и особенности живой речи, которая очень богата различными эмоциями. «Как я люблю море!» «Ах, как я люблю море!» Междометие «ах» выражает здесь восторг. «Ах ты степь моя, степь привольная, широко ты степь пораскинулась, к морю черному понадвинулась». «Ах» тоже междометие, выражающее восторг. «Увы, дворец Бахчисарая скрывает юную княжну». «Увы», опять-таки, междометие, которое выражает здесь сожалению». Как вы заметили, междометия и звукоподражательные слова могут быть образованы путем повтора. Это сложные междометия. В этом случае они пишутся через дефис. «Ой-ой-ой», «тьфу-тьфу-тьфу», «ах-ах» или «ай-ай-ай-ай». Рассмотрим примеры. «Ушица ей же ей, на славу сварена». «Вся столица содрогнулась, а девица хи-хи-хи и ха-ха-ха». «Рах» сотрясали воздух, разрывы тяжелых снарядов». В этих предложениях использованы звукоподражательные слова. Первые три слова «ей-же ей», «хи-хи-хи» и «ха-ха-ха» образованы путем повтора и пишутся через дефис. От таких вот слов могут быть образованы и другие части речи. Например, от звукоподражания «мяу» образуется существительное мяуканье или от звукоподражательного слова «хи-хи-хи» может образоваться существительное хихиканье. Это был наш последний урок русского языка. Мы закончили серию необычных уроков. Все мы с вами были на самоизоляции, ребята, и, конечно, это состояние было очень непривычным для нас, но самым оптимальным и верным решением в сложившейся ситуации. У вас появилось много свободного времени. Я желаю вам не терять времени на пустяке, на отдых, так называемый, который порой утомляет больше, чем самая тяжелая работа. Не заполняйте свой разум потоком бесцельной и глупой информации. Берегите свой ум для получения знаний и навыков, которые только в молодости вы освоите легко и быстро. Удачи вам! До свидания! Здравствуйте, дорогие ребята! Мы сегодня с вами пройдем новую тему. Наша новая тема называется «Методы сбора информации». Статистика. Статистика, будучи одним из разделов математики, изучает пути сбора, обработки и анализа информации. Информация собирается из различных источников. Ознакомимся с ними. Первый – информация, распространяемая организациями или отдельными лицами. Второй – эксперимент. Третий – опрос или интервью. Четвертое – наблюдение. Следующая наша новая тема называется презентация информации, диаграмма, гистограмма и график. Что такое диаграмма? Диаграмма – способ наглядного представления числовых данных. И диаграммы бывают линейными, столбчатыми и круговыми. Что такое гистограмма? Гистограмма является разновидностью барграфа. Гистограмма наглядно показывает распределение информации в определенном интервале. Как уже вы видите, между ними нет, промежутка. Решаем четвертое упражнение, страница 202. Ситуационная задача. Автомобиль года. Журнал, посвященный автомобилям, проводит оценку новых автомашин. Пользуясь рейтинг-системой автомобилю, набравшему наибольший балл, присваивается титул автомобиль года. Рейтинг оцененных 5 новых автомобилей проводится в таблице. Давайте посмотрим таблицу. Безопасности обозначаем буквой Т. Экономность горячего обозначаем буквой У. Внешний вид обозначаем буквой G. Комфорт салона буквой К. И найдем рейтинг автомобиля. Здесь 3 балла означает отлично. 2 балла хорошо, 1 балл удовлетворительно. Для оценки автомобиля журнал применяет формулу. Q равно 3T плюс Y плюс G плюс K. Первый вопрос. Вычислите рейтинг каждого автомобиля, запишите результаты в последнем столбце и определите автомобиль года. То есть мы должны каждый раз подставлять под Т, под У, под G и под К их значения и найти рейтинг автомобиля. Давайте найдем. Давайте запишем формулу. Q равно 3T плюс U плюс G плюс K. Давайте найдем рейтинг первого автомобиля. Q равно 3 умножаем на 3 плюс 1 плюс 2 плюс 3. 9 плюс 1 10. 10 плюс 5 получается 15. Найдем рейтинг для второго автомобиля. Q равно 3 умноженный на 2 плюс 2 плюс 2. 6 плюс 4 получаем 10, а 10 плюс 2 получаем 13. Для третьего автомобиля найдем рейтинг. Q равно 3 умноженный на 3 плюс 1 плюс 3 плюс 2. Получаем 9 плюс 1 10. 10 плюс 5 15. Для четвертого автомобиля находим рейтинг. 3 умножаем на 1 плюс 3 плюс 3 и плюс 3. Трижды 4 получаем 12. А если найти рейтинг для пятого автомобиля, то будет трижды 3 плюс 2 плюс 3 плюс 2. Получаем 9 плюс 2 11. 11 плюс 5. Получаем 16. Как вы видите, рейтинг рейтинг пятого автомобиля больше всех автомобилей. Ответ пятый автомобиль. Упражнение номер 8 страница 203. Время, потраченное учеником на занятия в течение недели, дано в виде линейной диаграммы. Какую часть составляет время, потраченное им на занятия в четные дни от времени, потраченного им на занятия в течение всей недели. Так как вы видите, по графику мы должны сначала определить количество часов в четные дни, а затем находим количество всех часов, потраченные в течение всей недели. Давайте решим задачу. Давайте запишем все часы. В понедельник 3, во вторник 5, в среду 3, в четверг 6, в пятницу 3, в субботу 6, а в воскресенье 9 часов. Давайте найдем количество часов в зачетные дни недели. Будет 2, 4 и 6. И находим их сумму. 5 плюс 6 плюс 6. Получаем 12 плюс 5. будет 17. А если найти количество всех часов, то будет 3 плюс 5 плюс 3 плюс 6 плюс 9. 3 повторяется 3 раза, пишем 3. 6 повторяется 2 раза, 6 и 2, а затем 5 и 9. 9 плюс 12 плюс 5 плюс 9. 18 плюс 12 получается 30, 30 плюс 5 плюс 5 получается 35. А потом находим их отношение. 17 делим на 35. Так как у нас спрашивают их отношение. Пишем 17 к 35. А вот и все. Прогнозирование. Что такое прогноз? Прогноз это предположение о будущем состоянии объекта исследования. Прогнозирование это процесс обработки прогноза на основе научных методов. Наша новая тема называется число благоприятных исходов для относительно сложных исходов. Для анализа имеющихся для осуществления какого-либо благоприятного исхода условия применяют разные способы. Применяя эти способы невозможно упустить какой-либо вариант. Например, при анализе благоприятных исходов для записи числа, состоящего из нескольких цифр, используется способ составления таблиц. Например, запишите все двузначные числа, в которых присутствуют цифры 3, 7 и 9. Как так уже мы сказали, мы решаем эту задачу при помощи таблицы. Мы составляем таблицу. Первая цифра. 3, 7 и 9. И для второй цифры записываем то же самое. Давайте запишем полученные числа. 33, 37, 39, 73, 77, 79, 93, 97, 99. Количество, как вы видите, полученных чисел с помощью цифр 3, 7 и 9 равно 9. То есть мы умножаем 3 на 3. получаем 9. Решаем следующую задачу. Последняя задача, упражнение номер 5 страницы 198. В расписании уроков для 7-го А-класса на понедельник первым уроком должны были включить физику или математику, а вторым уроком азербайджанский язык или литературу. Сколько вариантов возможно для такого составления расписания первого и второго уроков? Решаем задачу способом умножения. Количество первых уроков равно 2. Количество вторых уроков тоже равно 2. То есть первый урок будет либо математика, либо физика. А второй урок будет либо азербайджанский язык, либо литература. Если найти количество способов, то мы должны количество первых уроков умножать на количество вторых уроков. То есть n равно 2 умножаем на 2, получаем 4. Ребята, это наш с вами последний урок. Желаю вам удачи и хорошо провести ваши летние каникулы. Не забываем решать самостоятельную работу. Спасибо за ваше внимание. Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем изучать волны. Но не просто волны, а звуковые волны. Волны те, которые человеческий слух, человеческое ухо не воспринимает. Таких волн два основных типа. Один называется ультразвук, другой инфразвук. Что это такое и почему так происходит, мы сегодня с вами изучим плотно и подойдем к этой теме. Здесь у меня на плакате имеются различные методы измерения расстояния. Один из них – это эхолокация или радиолокация называется. То есть мы используем для измерения расстояния, высоты, которую невозможно подняться к человеческому росту непозволительно, или глубины. Мы измеряем при помощи звуковой волны. То есть звук посылается с определенной точки, замеряется время, когда звук идет и возвращается. Зная скорость звука в данной среде, а именно в воде мы знаем, что скорость звука 1500 метров в секунду, получив данные о времени, перемножаем, делим на два, и получаем с вами вот такую глубину или высоту. Это называется радиолокация или эхолокация. Так вот, ребятки, человеческий слух воспринимает очень большой диапазон. У нас с вами очень большой диапазон. От 16 герц – частота звуковой волны – до 20 000 герц. Все то, что меньше, это за частотой 16 герц находится, называется инфразвук. Инфроуменьшение с латыни. Ультразвук больше 20 000 герц. Ультразвук, мы с вами, это также с латыни означает максимальный, большой. Так вот, ребятки, ультразвук мы с вами знаем, что многие медицинские приборы, такие, которые сканируют внутренние органы организма человека в нужный момент, называются ультразвуковыми приборами. Короче, мы говорим УЗИ. УЗИ усиливает звуковой сигнал, мы его не слышим. Он проникает в организм человека, делает определенные направления движения, обратно отражается, и на мониторе прибора мы видим ту или иную картинку. Так вот, ребятки, также ультразвук используется, высокочастотный электрозвук используется для дробления, если, не дай бог, у человека какие-то отложения в организме, в почках камня, используется ультразвуковой синхронизатор, который дробит его на мельчайшие частицы, мы называем их, висок, и выводится с организма. Вот в таких мирных целях используется ультразвук. Ультразвуком общаются между собой некоторые животные. Среди них дельфины, очень разумные морские существа. Они, отправляя ультразвуковую волну, то есть произнося какой-то звук такой, он возвращается к ним и дает определенное расстояние, что дальше можно двигаться, есть там преграды, или наоборот, есть там косяк рыбы, которыми они питаются, или нет. То есть дельфины общаются и определяют расстояние при помощи эхолокации со звуковой волной, которую называют ультразвуком. Где же применяется или встречается инфразвук? В природе инфразвук встречается при извержении вулкана. То есть такой очень тяжелый гул выходит из недр Земли. Сам инфразвук мы не слышим. Мы слышим сопровождение инфразвуковой волны, которая создается при помощи вибрации земной поверхности. Также при взлете космического корабля тоже издается инфразвук. Поэтому резкий звук, мы его как таковой звук не слышим, но его воздействие на ухо не очень приятное. Еще одна сопровождающая взрыва атомной бомбы – также получение инфразвуковой волны, то есть инфразвука. Вот здесь у меня на столе находятся два источника звука – камертоны. Даже три. Смотрите, ребятки, при воздействии на камертон внешним прикладом я получаю звуки разной частоты. Вот за те, которые я не слышу, это, естественно, будет либо ультразвук, либо инфразвук. Здесь образуется ультразвук. Обратите внимание, звуковые волны у них совершенно разные. Вот так я их погасила. То есть произошло погашение звуковых волн. Этот еще тише, его вообще не слышно. Так вот, это механический камертон. У меня также здесь на столе находятся электрические источники звуковых волн. Вот, кстати, они и создают ультразвук и инфразвук. Посмотрите, пожалуйста. Вот здесь они питаются электрической энергией, то есть находятся под напряжением. Здесь у меня датчик, который показывает, что они в рабочем состоянии. Повернув их таким образом, они издают звуковую волну, которую мы с вами не слышим, не обнаруживаем. Как только я чуть-чуть поверну сюда, идет усиление звуковой волны, и уже обычный звук, звуковую волну, находящийся в диапазоне от 16 до 20 тысяч вольт, герц мы с вами слышим. Изменяя частоту, я могу их увеличивать или уменьшивать частоту. А также изменять тональность звука. Опять же, повернув, они издают тот же звук, просто мы с вами его не слышим. Вот свидетельствует о том, что прибор подключен, свечение лампочки, но звук есть, мы его не слышим. При определенном угле поворота мы начинаем ощущать звуковую волну. Звуковая волна издается, просто мы ее не слышим, поэтому нам кажется, что ее нет. На такой тональности, на такой мелодичной волне издается определенный звук. Если сюда поставить прибор для измерения высоты звука, частоты звука, он будет вибрировать. Остеллограф будет показывать вот такую двигающуюся кривую линию, которую называют синусоидом. Она будет подниматься и опускаться с определенной частотой. Однако же человеческий слух не воспринимает данные частоты. Ребятки, я хотела бы, прежде чем попрощаться с вами, сказать, что этот урок у нас с вами сегодня последний. И доходя до этого урока, мы узнали очень много интересного из раздела физики, из учебника нашего физики, из уроков физики. По сути, физика – это та же окружающая наша среда, просто она развивается по определенным законам. И цель преподавания физики – научить детей использовать данные навыки в своей повседневной жизни, что мы и делаем. Значит, в учебниках ваших на странице 140 есть тема 6.7. Вот этот параграф, в конце этого параграфа у вас есть обобщающие задания, применение ваших заданий. В конце каждого параграфа у вас имеются данные задания. Пожалуйста, на летних каникулах выполните их. Это для того, чтобы проверить заново свои знания, потому что полученные знания в этом году, в седьмом классе, вам понадобятся в восьмом, а также в дальнейших классах. Хороших вам каникул, конструктивного отдыха. Ждем вас с новыми силами в новом учебном году. Всего наилучшего, ребятки!